Беспрецедентный назвал происходящую в Бельцах ситуацию Сергей Рубцов, первый секретарь Бельского комитета ПКРМ, пришедший с однопартийцами в мэрию выразить поддержку участвующим в голодовке советникам нашей партии. По его словам, только объединившись можно противостоять банде, которая сейчас у власти в Молдове. То, как сейчас центральные власти расправляются с неугодной бельской администрацией, касается каждого из нас, считает Рубцов. Завтра то же самое может произойти с любым другим политическим формированием, с любым человеком, который по той или иной причине будет неугоден центральной власти, подчеркнул Сергей Рубцов. Мы от имени Центрального комитета КПРМ, от имени Бельского муниципального комитета, от себя лично, как от граждан, высказываем поддержку сегодня советникам муниципального совета в их борьбе, в их акции, и будем их поддерживать. И завтра, придя на заседание муниципального совета, также хотели передать слова поддержки от нашей фракции в парламенте. Сегодня собиралась приехать Елена Владимировна Боднаренко, которая является членом парламентской комиссии по муниципальному хозяйству, чтобы тоже поддержать советников, которые участвуют в этой акции. К сожалению, погодные условия не позволили сегодня это сделать, но она также пообещала завтра быть на сессии. Поэтому все люди доброй воли, все те, кто видят, что творится в нашей стране, прошу вас объединяться, поддержать и помочь советникам нашей партии в борьбе против правящего режима. Сегодня мы здесь, я являюсь представителем партии коммунистов в Гельцах, и Омаев Сеединенович также являются моими товарищами. Мы сегодня пришли для того, чтобы выразить поддержку советникам Гольцкого муниципального совета в той ситуации, в которой сегодня они оказались. Их поддержку в их борьбе против той беспрецедентно наглой и произвольной борьбы, которая бегут с ними центральную власть. Можно по-разному относиться, как и к Ренату Усатому, как и к другому политическому формированию. Одно можно сказать с точностью, что Ренат Усат и его команда были избраны на честных и прямых выборах в 2015 году жители муниципе Гельца. И только жители муниципе Гельца имеют право давать оценку, их действия не решать судьбу как совета, так и самого примара. То, что сегодня делает центральная власть, не входит в никакие рамки не только демократии, но и вообще обычной морали. Поэтому сегодня все и политические формирования, и обычные граждане, и жители нашего города должны понять, что только объединившись в борьбе против этого произвола, мы сможем выстоять и противостоять этой банде, этой хунте, которая стоит сейчас власти в республике Монголу. Сегодня, если мы допустим, чтобы так поступили с действующей властью в городе Бельце, завтра это может произойти с каждым, с любым политическим формированием, с любым человеком, который по тем или иным причинам будет неугоден центральной власти. 15 февраля фракция нашей партии в Монсовете. Бельц объявила о начале голодовки в здании Примарии. Советники утверждают, что подобная мера является ответом на террор, развязанный властями в отношении Бельской администрации. Правящая партия Молдовы, используя административные методы, силовые структуры и спецслужбы, пытается захватить оппозиционный город Бельцы. Бельским советникам рассылают повестки, открывают на них уголовные дела, проводят обыски у родных и близких, грозят увольнением с госпредприятий. Среди советников объявивших голодовку разные люди разного возраста, мужчины и женщины, работающие в разных сферах. Все эти мужественные люди стали примером для всей страны, считает лидер нашей партии Рената Усатый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова